Перед началом ролика не могу не упомянуть о своем генеральном спонсоре, FunPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Приветствую абсолютно всех бета-тестеров текущего припатча. Мы прекрасно справились с своей задачей, среду, четверг, потестили абсолютно всё, поделали виклики, поперекидывали валюту тудым-сюдым, поодевали маленечко уже твинков, но теперь реворг, начиная с пятницы, события дают больше валюты, цены остались такими же и виклики стали дейликами. Ну окей, то есть теперь просто-напросто всё делаем на одном персонаже и кайфуем. Вылутываем вещи, которые шарятся по отряду и таким образом гирим твинков. Удобно, полезно, приятно и кайфово. Знаю, что на текущий момент идут бесплатные выходные, поэтому кто-то даже и не в курсе, что это за ивент и с чего начать. Суть в том, что если у вас не сделано достижение охоты на предвестницу, то вам нужно сделать этот квестлайн. Вам автоматически дадут, скорее всего, этот квест, и там будет квестовик камень в Даларан. Тэппайте, сделайте цепочку. Если в мае вы играли, делали охоту на предвестницу, то вам дадут квест со свёрточком в Силитус. Тэппайте, сделайте цепочку и попадёте в Даларан. Тут подвальчик в самом центре Даларана, и портал идёт в три локации. В этих локациях мы фармим валюту. Валюта нужна для покупки различных предметов. По типу, маунт за 20 тысяч, он шарится на обе фракции. Купили на одной, будет доступен и на второй тоже. Питомцы по 10 тысяч, они не садятся в клетку, поэтому просто по одной штучке покупаем. Сумочки можно прикупить. Многие вещицы на текущий момент привязаны к отряду до тех пор, пока этот предмет не используют. То есть тот маунт, когда вы впервые его экипируете, этот предмет, то всё, он уже будет персональный при получении, и передать кому-то нельзя будет. Можно купить абсолютно всё. Они даже волю сюда засунули, приворкнутую маленько. То есть настолько Близзан нравится этот римкет, и настолько сильно они бьют по ностальгии фанатов. Рядом имеется моб, который улучшит наши предметы при наличии гребней, и можно обменять различные гребни. Гребни теперь даются не за квесты, а за прохождение ивентов. Аддон сверху у меня Tomcat Tours. Скачиваем, включаем модуль на Radiant Ecos, и таким образом мы будем видеть, какой портал на текущий момент активен. То есть самая верхняя полоса. 44 минуты ещё будет активен Драконий Погост. Дальше будет активен портал с тлеющим ущельем. Потом Пылевые топи. То есть слева направо, циклично всё, каждый час обновляется на текущий момент. И зайдя в этот портал, мы увидим этапы. Раньше было три этапа, теперь второй этап стал первым, а третий этап стал вторым. В ходе нового первого этапа мы должны сбить эти 100%. Проценты сбиваются путём выполнения задач. Задачи — это кружочки на карте. И в тот момент, когда мы делаем одну из них, мы спиливаем где-то 5-6%. Если мы находимся в зоне этого квеста, в зоне этой задачи, мы получаем 200 валюты и два пробуждённых гребня Дракончика. Гребни нужны для аповещей до 493-го, а валюта, ну, мы только что видели. Чё, как, для чего и зачем она нужна. Получается, фармим, сбиваем эту полосочку до нуля, вылезет босс. Конкретно здесь вылезет лич. Также в тот момент, когда мы убиваем боссов, чистим события, мы можем вылупывать эссенции. Эти эссенции нужны нам для сбора фамильного колечка. Найду его сейчас и покажу. Иконка такая же, как и у кольца Саронога, только освещенное колечко. Интересные статы. Колечко с хастовой. То есть, по-моему, раньше таких не было, конкретно хастмастере. Это приятно. То есть, кто любит там идеальные статы, я думаю, кайфанют от этого колечка. Что ещё сказать? Ждём появления лича. Сбили абсолютно всю полосу до нуля процентов. И летим теперь к лечу. 30 секунд он будет в щиточке. То есть, можно успеть прилететь вообще, наверное, с любого краешка карты. И хп у него раздувается. Чем больше людей, тем больше у него будет хп. Что ж, начинаем логодром нереальный. Нормальные люди бурсты жмут. Пытаются там поскорее лича убить. А, я аддон настраиваю. Ну, по факту, припатч для этого и дан. Чтобы настроить свои аддончики. И вот мы убили босса. Полутали, возможно, что-то. Получили 100% валюту. Получили гребни дракона для дальнейшего улучшения вещей. И, может быть, шмотка выпадет. 480-я. Это трансмог. Это предмет, который шарится. Это предмет, который можно купить за валюту. После того, как убивается босс, вновь запускается 100% полоса. И умножим ее зачищать. Появляются, опять же, события. Летаем по самым быстрым, по самым выгодным. И делаем их. Таким образом, лутаем валюту. И гиримся по чуть-чуть. Все циклично. Все повторяется на протяжении часа. То есть, через 37 минут погост кончится. Будет уже ущелье. Потом топе. Потом опять погост. То есть, если вам нужен лич, то вы летите в погост. И убивайте его. Великое очио можно получить за убийство абсолютно всех боссов. Во вкладке события оно находится. Вот в первый же день я уже сделал. По-любому я что-то пропустил. Если это так, то гляньте изначальный видос, который я делал еще в день релиза. Там побольше информации. Тут просто быстренько пробежались абсолютно по всем изменениям. Получается как-то так. События реально стало динамичнее и интереснее. И можно больше наград вылутать. На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.